Так, значит, засранец за 500, задонатил, как ни странно, 500, и попросил сделать разбор на две песенки, и вот начнём с одной из них. Наверное, пускай сперва это будет «Плохие дядьки мечта». Собственно, сперва играется «Проигрыш». Ну, на самом деле, у «Плохих дядек» нет проигрышей, только выигрыши. «Проигрыш» я не уверен, как именно они это делают, но, собственно, покажу, просто какие там аккорды, как это сделаю я. Первый аккорд — это «Ля межор», он просто «А», да, грубо говоря. Можно вот так, можно вот так. Следующий — «ХМ», «Си минор». Потом «Д». И потом «Е», он же «Ми мажор». Да, это у нас «Ля мажор» или «Ми мажор». Это у нас «Проигрыш» получается. Потом начинается куплет. Значит, ну это как бы я сделал. Значит, будет первое у нас «Ля» получается, аккорд. Тоже «АМ». Я его сделал вот здесь, потом вот такой. То есть как бы тоже «Ля межор», но с переходом на «Соль диэс» нотку. Вместо него можно сделать, допустим, «Ми мажор» какой-нибудь. То есть можно так вот. Следующий — «Ф диэс минор», он же «Ф решетка М». То есть ну вот так бы я сделал. «Грустно на душе». Потом точно «Е» у нас. «Если в нищете». Или вот здесь, я не уверен. Здесь либо «Д», либо «ХМ». То есть либо «Си минор», либо «Ре мажор». Наверное, все-таки «Д». «Д», а потом уже «ХМ». То есть получается вот так. Ну как? У дедушки гитара не строит. «Грустно на душе». «Если в нищете». «Жить из года в год». Нет, кстати, нет. Наверное, наоборот. «Жить из года в год». Блин, давайте, чтобы не врать, я просто включу и вспомню. Ну то есть там вот эти аккорды в каком-то порядке чередуются. Так, «Плохие дядьки», «Мечта». Вот, причем мне лайфер больше нравится. «Грустно на душе». «Если в нищете». Ре, до диез, си, ми. Вот как получается. Значит, те жить... Ну, то есть можно даже... Вот такой вот тоже делать аккорд какой-нибудь. То есть ре с до диезом какой-нибудь. Не знаю, допустим. Это я так играю. Очень такую свою долбанутую вариацию аккорда HM. То есть, ну... Понятно, он вот так играется, но вот... Мне иногда удобно вот так. То есть два лада одним пальцем здесь. Это открытая. И здесь у нас... Ну, видно, надеюсь, что я зажимаю. Сейчас попробую убрать даже вот так вот, чтобы... Чтобы было видно, что я делаю. И потом Е, значит. То есть и это повторяется два раза. Несколько раз играется потом аккорд Е. То есть ми-мижор обычный. Все аккорды вижу, не парься, брат. Окей, окей. Ну, я на всякий случай потупее, поподробнее пишу. Дальше играется припев. То есть это у нас... Д, Е, А, Ф, М. Д, Е, А. Ф просто, не М. И потом снова. То есть Е и... Получается так. Иметь дох... Нет. Иметь дохуя бабла. Или, кстати, вот давайте проверим. А то опять я, может быть, Д перепутал с HM. И при этом... Сейчас. Иметь дохуя бабла. И при этом нигде не работай. Какая простая мечта у меня. Иметь дохуя бабла. И при этом вообще не работай. Такая простая мечта у меня. Ну, то есть так вот получается. Иметь дохуя бабла. И при этом нигде не работай. Такая простая мечта у меня. Иметь дохуя бабла. И при этом вообще не работай. Такая простая мечта у меня. Снова проигрыш, снова куплет. Ну, все, в принципе, вот все, что есть. Для прикола тогда еще покажу вот свой... Долбанутый вариант аккорда D. То есть... Вот есть такой вот... С-аккорд у нас. Вот так играется. И можно добавить сюда вот еще одну струну, да? И вот если всю эту конструкцию вот так переместить... Получается очень красивая вариация аккорда D. Она не везде подходит, но она прикольная. Вообще эту конструкцию можно и дальше двинуть. Но здесь главное не играть первую струну. Ее можно глушить указательным пальцем касаться. Или вот так можно сделать. Тогда нужно глушить наоборот шестую большим. То есть соль где ложится, там это канает. И соответственно и петь, иметь дохуя бабла. И при этом нигде не работать. Такая простая мечта у меня. Такая простая мечта у меня. Каждый день вставать. Чете, деталь, титан... Ну, е... Всю неделю ждать. Дайте что-то там. Дайте мне взаймы. Да зарплаты. И потом там только этот будет Он тоже играет на проигрышный мотив Все, вот такой тяжелый разбор В принципе, я бахнул Так, мое почтение И сейчас проветримся И перейдем к следующему Мне надо проветрить помещение Тут рекомендация как бы вирусная Так что такие дела